Здравствуйте, дамы и господа! Мы с вами говорили немножко о изготовлении каркаса Собственно говоря, для маленькой вещи, либо для эскиза Для эскиза, там, какой-то, может быть, большой вещи И сейчас мы с вами немножко поговорим о начале набора массы В начале набора массы Вот что в этой связи нам важно Нам, конечно, важно просмотреть лишний раз на предмет позы, движения, фигуры То есть, с одной стороны, все эти изгибы больше, конечно, берутся у нас материалом Пластилином, глиной, но все-таки мне, например, больше нравится, когда в каркасе движение оно как бы и есть И, соответственно, надо посмотреть, не будет ли где что торчать Не может ли быть где-то что-то торчащее какое-то, да Какие-то лишние, вот, вытарчивающие, как бы, части каркаса Полностью это мы можем понять только когда мы уже начали какую-то, набирать какую-то массу, да Вот, перед набором массы хорошо немножко, как бы, чуть-чуть подстраховаться Вот, в частности, мне не очень нравится вот эта вот шляпка Я думаю, ее можно срезать и сюда еще примотать для ветвей Какой-то такой момент Или хотя бы ее для начала просто срезать Ну, вот так вот удалось срезать Собственно говоря, с небольшим запасом Сейчас так вот камеру поставлю, чтобы она попадала напротив листа Все время надо отодвинуть С небольшим запасом Потому что, в принципе, действительно, если Нам не очень будет нужно, чтобы тут была четкая вертикаль Чтобы она уже гнулась, то лучше это сделать сейчас И немножко удалось зашершавить для того, чтобы вот здесь Прилепить еще какие-то ветви, да Вот, и дальше какие у нас моменты Наверное, возникают ключевые при наборе массы Сейчас я посмотрю, какой пластилин лучше брать Ну, вот какой-то более-менее потверже удалось взять От старой работы И если там есть какие-то моменты Какие-то моменты немножко разных оттенков То лучше их просто переминать в руках Ну, либо можно сложить, конечно, все в кастрюлю вместе и сварить То есть разогреть, чтобы все перемешалось Ну, это особенно актуально для верхних слоев Но, с другой стороны, никогда не знаешь, какой слой у тебя окажется финишным Вот, какие особенности набора массы, да То есть мы вот попытались задать движение На самом деле ничего еще не закончено То есть мы набираем массу Мы не просто делаем части тела в характере Мы ими задаем движение Вот этот момент очень важный Вот, поэтому тут надо как бы габаритные моменты выставлять сразу Во-первых, чтобы каркас нормально расположить То есть чтобы, например, мы То, что мы говорим, что плечи у нас вот не касаются Плечи каркаса не касаются поверхности плеч Потому что иначе они будут потом вылезать То есть здесь надо сразу достаточно много добавить Это один момент И видите, нам казалось, что ноги длинные Туловище короткое А как бы голова Как будто может быть даже и высоко А на самом деле ничего подобного Голова сейчас только-только Вот, с одной стороны С другой стороны Помимо распределения каркаса Нужно, чтобы мы задавали характерные сразу моменты Связанные с движением То есть где больше массы И вот, собственно, это как раз хотелось обсудить Получается так, что у нас Если идти из центра фигуры, да, в обе стороны То у нас получается как У нас вот на уровне живота больше массы впереди И да, здесь у нас обычно талия То есть там как бы прогиб наоборот Вот сзади здесь у нас больше массы сзади То есть ниже, ниже уровнем У нас больше массы сзади Да, то что-то ягодица, да Одна из самых таких мышц Объемных у человека Дальше идет бедро Здесь масса впереди Дальше идет голень Масса сзади И тут надо посмотреть То есть как еще каркас там сразу зафиксировать Чтоб он не блутыхался Чтоб он стоял на своем месте Может быть сразу вот так вот сделать Обе ноги зафиксировать Сразу прификсировать к низу То есть мы таким образом Вот как в набросках мы Кстати, наброски, конечно, надо делать Если заниматься скульптурой Как в набросках мы Сразу стараемся охватить всю фигуру Да, вот первыми же линиями Вот тут мы пытаемся делать с вами то же самое Поэтому получается, что здесь у нас Масса внизу больше сзади В районе икры, собственно, да Естественно, больше сзади масса Здесь вот в районе бедра ноги Да, не бедра, которые вот Здесь вот в районе таза А бедра, которые там, где бедренная кость Да, там больше масса впереди Здесь ягодица больше, масса сзади Да, получается такой вот Тын-тын-тын-тын Потом тут, в принципе, если Ну, если человек только не стоит Так вот, знаете, вот выпить в грудь колесом То все равно у него масса здесь больше сзади Не обязательно, чтобы была какая-то сутулость такая Супер, да В принципе, просто Потом идет голова, лицо И получается, что массы больше спереди Да Это еще связано с тем, что голова Немножко обычно шея наклонена вперед Поэтому получается вот такой момент Так, 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 так Тут вот, кстати, такой резкий такой Да, вот Плавно так И вот эти вот два куска Они как бы зеркальные То есть получается такой С рода лук Такой лук Итак, немножко мы продолжаем разговор О, в общем-то, о лепке эскиза, да И об особенностях набора массы В фигуре человека И, в частности, применительных лепке эскиза Получается так, что мы Конечно же, должны основываться на Уже каких-то имеющихся эскизах, да И на набросках, да Получается, что вот если Сюда посмотреть, да То есть вот наброски, да И, соответственно, эскизы какие-то Вот, по крайней мере, может быть Уже более-менее тех, в которых удалось прийти К какому-то ощущению, что хочется пробовать в объеме, да Они, конечно, нам желательны Хотя, кто не отменяет просто процесс какой-то импровизации, да Совсем с нуля Вот, но, тем не менее И, конечно, наброски фигуры для нас существенны Очень И для какой-то конкретной работы, да То есть, естественно, нам намного удобнее будет работать Если мы под конкретную какую-то вещь Мы и тет лепим, да И наброски перед этим делаем Вот, и Ну, в идеале, все-таки, должны быть разные вещи Вот этюд с натуры, да И эскиз Потому что в эскизе мы хотим, как бы Выявить свой замысел максимально, да А в этюде Мы берем лучшее, что мы можем именно с натурой Этюды может быть несколько с разной натуры, да А в эскизе мы все-таки потом его общаем То есть, это не просто механически Вот слепил этюд по-хорошему Должно быть, и что-то ему добавил, да А это именно, что То, взять с этюды то, что наиболее нам отвечает Создание нашей вещи, да Ну, в этом смысле, я не знаю, наверное Если провести вот такую Такую аналогию, что Этюдов, если несколько, да То мы из каждого, допустим, берем лучше Вот Но, как правило, несколько редко бывает, да То есть, чаще всего один Но не стоит к этому относиться Как к некому механическому воспроизведению, да То есть, получается, что нам, в общем-то, не все равно, кого лепить, да Если говорить об этюде, и не все равно, в общем-то, какие качества, да Потом пойдут уже в работу В конечном, да Вот, так вот, если говорить о наборе массы То, вот, еще раз повторимся, что вот такая вот фигура, да Просто, как прямо стоящая, она Основное движение в ней, оно наблюдается с профиля Потому что анфас, она просто, ну, фактически прямо Да, анфас сейчас тоже будем набирать Но с профиля у нас есть как раз Очевидное такое движение осей, да В фигуре то, о чем мы постоянно с вами говорим Во всех роликах, что касается фигуры Всегда говорим о движении И, соответственно, вот Мы сейчас пытаемся это дело ухватить Вот, ну и, конечно, анфас и сзади тоже надо лепить, естественно Вот, здесь мы тоже, нам желательно задавать конкретные сразу формы Да, даже с первых же шагов Даже с первых же шагов задавать конкретные формы Ну, естественно, что если мы говорим о тазе, да То у нас здесь есть крылья таза, да, и вертира То есть два таких, четыре таких торчащих как бы угла, можно так сказать Образно То есть расширение вот сюда, в верхнюю часть, да И обычно под вертелами вот в женской фигуре как раз Такое некое такое расширение наступает Вот И дальше идет на сужение, да, такая трапеция И расширение идет вот в районе как раз гулинии, в районе икр Да, вот здесь Вот Соответственно, мы можем, в общем-то Даже в начале как бы давать массу в каких-то ключевых точках Вот, с той мыслью, что может быть еще немножко нам подвигать наш каркас То есть набирая массу, мы не просто вот делаем это механически, что, да, набираем массу Мы еще думаем, а вот поза, да, она нас устраивает, да, может быть что-то еще вовремя подвигает Ну, она в данном случае, конечно, простая, но тем не менее эти вопросы себе как бы стоит задавать Вот Конечно же, вот может стать вопрос, почему такими кусочками Ну, кусочками, потому что я пластилин сейчас не разогревал Можно его разогреть, тогда он будет более крупными кусками Но я позволяю себе такими шлепочками делать Оправдывая это тем, что работа маленькая, да, в принципе Не так уж долго и не так уж дробно это получается Вот Несмотря на то, что кусочки Вот, в целом по жизни, конечно, такими кусочками лучше не лепить Потому что, может быть, проблема как бы некой такой Отсутствие лепки и отсутствие видений больших форм, да Так, ну, наверное, надо заполнять уже просто какие-то кусочки Так, ну, вы можете сделать, конечно... Ну, так, ну, так, ну... сейчас на самом деле не полная симметрия это какой-то изгиб может быть с ним пока и не бороться хорошо уплотняем и что она постепенно начинает становиться менее менее подвижны все уже можно становится за счет этого постепенно какой-то усилий сюда прикладываете уже не гнется под пальцами просто так потихоньку мы как бы лепка наши да ну условно можно сказать она приобретает как бы два такта то есть первый момент мы прилепляем кусок второе мы задаем куда он будет смотреть еще взять пластилин так продолжаем конечно момент такой что если она не ровная вдруг это не очевидно то лучше все таки и станок выставить да и как бы о самой самой подставки позаботиться ну хотя понятно что отливку потом всегда можно немножко там снизу подрегулировать чтобы она стояла тоже этот момент такой есть конечно ну вот сейчас казалось бы каркас у нас не лезет но тем не менее его нужно более-менее определяться с габаритами чтобы на всякий случай момент вы сразу уточнить если где-то он будет вылезать потому что конечно поджимать его как удобнее сейчас чем чем потом уже как подстукивать постепенно у нас тоже такие большие планы могут появляться до большие плоскости ну как плоскости они не прямые естественно с пластикой но тем не менее вот и надо смотреть конечно на движение да в целом на позу как она задумана по эскизам как она по наброскам сразу же то есть получается что мы вот эти все части да как бы их стараемся уже брать не потихоньку брать в характере части тела но важнее должно быть то что именно у нас складывается поза причем поза она должна работать на настроение каще настроение поэтому получается что она все-таки важно не просто с точки зрения как бы какой-то правильности да там именно в этот момент нужно думать именно настроение строительство как 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 какая вот какой образ что это то есть не думать скорее даже чувств чувств ощущать не не отвлекаться от этого в угоду какой-то там не знаю анатомии да таким вещам чтобы не получилось что мелкие какие-то заботы они забили само как бы решение ну потихоньку стараемся что в каждом месте мы брали в характере брали в характере и при этом она вот но стояла во первых да и в целом был общий изгиб всей фигуры да было задано общее и можно сказать что именно это является как бы критерием основным да то есть части правильные или неправильные в той мере в которой они складываются в общее движение всей фигуры в общем форму всей фигуры да ну если успеваете конечно лучше пластилин либо ну можно его разогреть водички да но в принципе не очень твердо ли будут в руках успевать размять чтобы то что вы накладываете она была мягче так самой работой тогда удобно накладываете как бы дальше его разгонять придавая форму куда будет смотреть вы видите что в общем первое время стыки нам особо не нужны хотя это не документ конечно потихоньку мы можем с вами такой ситуации что делать в первую очередь это уточнять основные большие формы ну или можно сказать так основную большую форму которую все формы складываются то есть не просто этого там это нога или талия это спина это все образует эту большую форму то есть мы можем ее уточнять глядя на нее целиком исходя из своих ощущений наработанных на основе предыдущих каких-то вещей набросках регулярно надеюсь есть вот почему все время говорим о большом потому что как только мы перестаем так думать у нас возникают проблемы у нас возникают ошибки вот ну и кстати вот мы с вами смотрели в основном с боков я смотрел в основном с боков и с фаса и сзади да а с трех четвертных я не смотрел вот потихоньку конечно надо и трехчетвертные точки как бы добавлять точнее и пропорции основные ходы если так можно сказать естественно что в любом случае у нас будут ошибки тут нам хотя бы вот памятуя о том что все-таки это эскиз как бы творческой вещи да хотя бы как было свое ощущение того как должно быть не смысле как правильно да а как должно быть с точки зрения самого самой работы хотя бы этого хватить вот при этом запросто может получиться так что если мы это ухватим то потом мы на свежую голову констатируем какие-то конкретные косяки даже можно сказать анатомические или с точки зрения характера формы обычных обычный обычного характера формы человеческого ну и как бы ничего страшного такие косяки будут потому что если при этом удастся ухватить вот ощущение да которое хотелось бы вложить это очень хороший такой размен а Тут усиление, да, вот мы с вами начинали работу с того, что говорили о том, что выпуклые формы, да, они идут как бы лесенкой, да, голова вперед, можно сказать. Больше здесь спина, здесь больше живот, здесь ягодица, здесь на бедре выпуклость, здесь на голени выпуклость, да, вот такой вот момент. Ну и в конце стопа снова вперед, да, то есть два конца вперед, потом идут два участка назад, потом два участка вперед, видите, они симметричны, почти симметричны, ну условно симметричны относительно центра, как бы назад. Все это вместе напоминает лук такой, да, с выходящей вперед вот этой частью. Конечно, выводим форму, основной какой-то ход, то есть не должно быть выглаживания. Это два процесса чисто визуально могут выглядеть одинаково, но если ты кривую форму просто заполируешь, все-таки, наверное, это будет не очень нужно. Если даже не очень, она в результате твоих действий станет гладкой, но как бы при этом, как бы вернее форму возьмешь, большую в первую очередь, это как раз очень хорошо. Получается, что большие, да, вот, все равно был какой-то дрип, да, пока мы массу задавали, да, и в большие его переводим, да, то есть не просто дрип делаем гладким, да, а в большие ходы, в большие направления, в большие планы задаем, да, планы, переломы, формы. В каждом месте мы стараемся отвечать на вопрос, да, ну, пытаемся, да, не знаю, что мы всегда отвечаем, мы говорим, какой здесь основной план должен пойти, да. Куда здесь в основном должна смотреть форму на этом участке, или хотя бы на силуэт, как это должно здесь основная линия идти, вот в этом, с этой стороны, с этой. Основная, то есть мелочи могут быть, да, какие-то еще дополнительные, но вот как должна идти основная. Знаете, вот в водных видах спорта, таких как сплав, да, сплав, там, каякинг тоже, ну, в общем-то все это. По достаточно относительно или более бурным рекам, да, там, ну, по крайней мере, кроме тех мест, где вода вся бурлит, да, в основном есть на реке, когда начинаются какие-то пороги, да, там есть места, где она об камни ударяется, да, и как-то вот там трудно идти, а есть где вот основной поток идет, называется основная струя. И когда решаешь, где идти, да, на байдарке, там, еще на каком-то средстве, то как бы смотришь, если ходишь смотреть порог, то смотришь, где основная струя. Ну, и когда уже проходишь, тоже ты смотришь, где основная струя, потому что там меньше вероятность, что тебя посадят на камни, что ты там остановишься, больше вероятность, что тебя пронесет, вынесет дальше. Вот, ну, вот здесь мы тоже можем сказать, что мы смотрим, где основной ход, да, какой основной, в каждом месте, где какой основной ход. Даже может быть некоторое утрирование пропорций, если хочется. То есть мы должны здесь как бы больше, с одной стороны, отталкиваться от какого-то своего понимания, да, фигуры человека, но все равно смотреть больше на ощущения, чем... Ни в коем случае не должны так вот сухо рационально рассуждать. Потому что рациональность, она любую работу может сделать очень правильной, но абсолютно безжизненной. В этом, как бы, проблема такого, рацио. Поэтому все равно мы должны смотреть на ощущения со всех сторон. Вот, стараться меньше заглаживать, больше задавать форму. Да, то есть за собой, получается, наблюдать, где мы задаем, насколько осознанно. Ну, обычно всегда кажется, что мы везде задаем. Но надо все время себя спрашивать, насколько осознанно. А какую форму ты здесь задаешь? Ну, какой-то вот, какой-то такой... А какой именно? Да как здесь основной изгиб прошел? Ну, где-то понимаю, где-то нет, да. То есть там, где я не понимаю, какой основной изгиб, значит, я должен стараться это все-таки вообразить. Хоть пусть упрощенно. И в этом, как бы, моя работа состоит. И с натурой в том числе, и то, что я осознаю постепенно места, которые я плохо еще понимаю, да. И я, как бы, стараюсь их осознать. Для этого, естественно, нужны постоянные наброски. Регулярные. Хотя бы часы... Один сеанс, там, хотя бы три часа в неделю, да. Должны быть. Должны быть. Должны быть.